Всем привет, дорогие друзья! Снова давно не выходил на связь, но, честно говоря, я порывался сделать видео после матча с Ахматом и включал камеру, нажимал кнопку записи, я потом понимал, что, ну, сказать по матчу с Ахматом мне абсолютно нечего. Локомотив просто обыграл Ахмат, так как он должен был обыгрывать Урал тремя днями ранее, как я это анонсировал, как я это ожидал, но в матче с Уралом мы провалились абсолютно полностью, а матч с Ахматом прошел под нашу диктовку, и да, там было удаление, которое очень серьезно повлияло на игру, но Локомотив на самом деле играл очень неплохо в этом матче и сделал все для того, чтобы это удаление состоялось, для того, чтобы был забит гол, для того, чтобы этот матч был выигран без каких-либо вопросов, да, даже в меньшинстве можно создавать какие-то опасные моменты, но у Ахмата это практически вообще не получалось, и мы даже ни одного углового не позволили создать Ахмату, что, как мы узнаем через неделю, является критически важным для сохранения ворот Локомотива в неприкосновенности, вот, ну, в общем, ну, не стал я записывать ролик про Ахмат, ну, потому что мне было сказать нечего, зато про матч с СССР мне есть что сказать, но для начала давайте я вам скажу о том, что у меня есть телеграм-канал, ежелокомотивские заметки, где 1860 подписчиков, и очень хочется добить до 2000 подписчиков, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, я туда много всякого пишу, не без троллинга, не без всяких веселых вещей, там я периодически общаюсь в комментариях, в общем, подписывайтесь, и если вы не хотите подписываться на Boosty платно, где еще больше всяких материалов, то подписывайтесь на телеграм бесплатно, будем, в общем-то, одним таким едином локомотивским комьюнити, давайте, пожалуйста, очень вас сильно прошу, очень хочется до конца сезона 2000 добить. Ну, а теперь давайте к матчу с ЦСКА, у меня, честно говоря, мысли разбегаются, с чего начать, давайте, наверное, начнем с состава. Как мне кажется, да, это не какая-то истина в последней инстанции, но как мне кажется, у Галактионова разделилось все на две части, вот мы начали сезон, мы вроде как выбрали состав, в котором будем играть на сборах, начали сезон, и вдруг что-то стало не получаться. Галактионов меняет одну позицию, вторую позицию, третью позицию, четвертую позицию, травмы всякие мешаются, и в итоге мы приходим к тому, что на матч с Уралом у нас выходит такой достаточно экспериментальный состав, в котором Батраков играет опорником, Сорвелли играет где-то там в центре и под нападающим, ну и все это вылилось в матч с Уралом, который был катастрофически ужасным, ну я вам говорил уже про это. После этого Галактионов берет перезагрузку, да, они там пообщались на горных, говорят о том, что таких встреч было не одна, а даже две, и после этой перезагрузки на матч с Ахматом Галактионов выставляет, ну, абсолютно дефолтный, вот максимально стандартный состав Локомотива, просто все сильнейшие, кто есть, вот давайте на поле, в эту 4-2-3-1 схему, и там дальше как-то разберетесь. Сыграли, победили, Галактионову понравилось, и на матч с ЦСКА мы выпускаем всех тех же, только Глушенков у нас еще после дисквалификации освободился, и занял место Тимура Сулейманова, слабейшего в матче с Ахматом. То есть, опять же, получается, ну, такой, ну, максимально дефолтный состав, в том плане, что все сильнейшие, кто есть, кто в кондиции, кто может играть, да, без всяких каких-то наворотов, без всяких попыток смены схемы, без всяких попыток введения каких-то новых лиц в игру, да, просто давайте забыли все, что у нас было там в матче с Сочи, в матче с Уралом, в матче с Балтикой, просто попробуем сыграть всеми сильнейшими. И это работает, как ни странно оказывается, да, это действительно работает, и когда у тебя все сильнейшие на поле, то, в принципе, ты можешь играть и в более-менее сильный футбол. Что дальше? А дальше получается то, что Глушенков второй раз в сезоне играет на позиции центрального нападающего. Первый раз был в матче с Краснодаром в первом круге, но там, наверное, вам не очень запомнился этот факт, потому что мы не очень часто были с мячом, не очень много позиционно атаковали, по крайней мере, до того момента, как счет не стал 1-0. Поэтому, да, там Глушенков был центральным нападающим, но в большинстве своем они просто бегали в контратаке, которые не доводили даже до ударов поворотом. Здесь же ситуация иная. Здесь мы в матче с ЦСКА с первых же минут завладели мячом, и, ну да, как обычно можно спорить, мы завладели мячом, или ЦСКА нам отдал мяч, ЦСКА провел, в общем-то, довольно неплохой матч. Нельзя сказать, что они прям развалились, что они плохо играли, что Локомотив смял все их планы. Нет, ЦСКА вышел играть от обороны, играть на контратаках, понимая, что у них есть довольно быстрые Файзулаев, Давила, там, Обликов. Они могут бежать вперед и что-то пытаться на контратаках выстроить. Поэтому они даже не выпускали со старта Антона Заболотного, понимая, что это будет только тормозить их игру. Но Локомотив завладел мячом, это факт. У Локомотива мяч был чаще, на чужой половине мы с мячом гостили чаще. И, как оказалось, Глушенков на самом деле был не настоящим центр-форвардом, а вполне себе ложной девяткой, которая очень часто отходила в центр поля для того, чтобы помогать своим партнерам с мячом играть, разыгрывать, отдавать какие-то передачи. А роль нападающих у нас исполняли Сергей Пеняев и Илья Самошников, которые исправно бежали вперед. И это очень прикольная идея. Честно говоря, не видел такого в исполнении Локомотива Галактионова раньше, но вот в исполнении предыдущих Локомотивов всяких, то мы, например, частенько видели в такой роли Федора Смолова, только с гораздо меньшим процентом успешности этих длинных передач. Вот, но и Алексея Мирончука мы пытались использовать в этой же роли, и Рефата Жемаледдинова, да, это все, если уходить в такие Николичевские, Семенские времена, когда у нас не было нормальных нападающих, зато было много атакующих полузащитников, которые могут отдавать передач. Ну вот мы как-то примерно так и пытались играть. В общем, Глушенков с этой ролью справился на 5 с плюсом. К сожалению, его трех голевых передач, которые он отдал в этом матче, ну, по факту, на самом деле, две голевых передачи и один гол, потому что, ну, голевая передача Надморозова, это просто небольшой чирк по колену, там бы мяч спокойно залетал в угол и без этого чирка. Но по факту, да, три голевых передачи или две голевых передачи и гол не хватило Максиму Глушенкову для того, чтобы попасть в различные сборные тура. Также зрители телеканала «Матч премьер» проголосовали за босса Фуизулаева, который в этом матче, ну, проявил себя раза три, наверное, вообще за 90 минут, но зато все эти три раза были очень опасными у наших ворот. К сожалению, Максим Нинахов не справился с Фуизулаевым. И это отчасти то, что привело нас к тому счету, который мы имели после 90 минут. Но сейчас не о Фуизулаеве, сейчас о Глушенкове, потому что, ну, я готов по этому матчу рассыпаться комплименты Глушенкову просто бесконечно, потому что он был дирижером атак, он классно исполнял эти передачи, он классно запускал вперед Самошникова, классно запускал вперед Пеняева, сам ходил вперед, там, на Мирончука классные передачи отдавал. И, ну, в общем, абсолютно точно герой матча. И я, ну, у меня только слова восхищения от Глушенкова по этому матчу, причем это очередной матч с вывеской топ, который Глушенков проводит на высшем уровне. Вот есть у него такая черта, что он показывает всего себя, 100% себя, 150% себя, когда мы играем против топ соперников. Да, он забивает Краснодара, он забивает Зенита, он забивает, ну, вот, не забивает, но три голевых передачи отдает с ЦСКА, да, то есть вот в таких матчах Глушенков раскрывается на полную катушку. И, ну, так не очень как-то у него все получается, хотя, казалось бы, да, выходи против Балтики и разноси ее в клочья, выходи против Урала, разноси его в клочья с Сачами. Ну, там у Глушенкова получается не ахтик, да, не по три голевых передачи, не по два гола забивает за матч в этих играх. Очень жалко, но, опять же, есть куда расти Глушенкову, но даже сейчас Максим Глушенков может оформить второй сезон подряд, когда он делает больше 10 голов и больше 10 голевых передач. Вообще, до Максима Глушенкова, если он в этом сезоне это сделает, так делал только Умар Ньяс, а до Умара Ньяс так делал только Дмитрий Ласьков. К сожалению, Леше Миранчуку, например, такая планка не покорялась. У него либо было много голевых передач, либо много голов. Но никогда так, чтобы одновременно и больше 10 голов, и больше 10 голевых передач. У Максима Глушенкова такое может быть уже два года подряд. Ему осталось забить всего два гола в семи матчах. А, ну, честно говоря, мне кажется, что это более чем вероятно. И в прошлом сезоне у него уже было 10 плюс 11, но там многие голы и многие голевые передачи Глушенков отдавал не за Локомотив, а закрыли Советов. А вот в этом сезоне уже прям полноценный сезон в Локомотиве, и снова вот этот вот гроссмейстерский результат. На самом деле, не каждый сезон в российской премьер-лиге вообще хоть кто-то это делает. В этом сезоне, наверное, Костя Тюкавин и Максим Глушенков на это сподобятся. И, в общем, играли мы с преимуществом, играли. Потом Илья Самошников забил просто фантастический гол, который обязательно будет претендовать у меня на Золотого Ротенберга в качестве лучшего гола сезона. Особенно мне понравилось, как Акинфеев сыграл в этом моменте. Просто вот, ну, очень приятно смотреть и на то, как Илья Самошников пробил, и на то, как Игорь Акинфеев в этом моменте сыграл. Уж не знаю почему, но просто красивый момент и красивый гол. Потом ЦСКА вроде как сравнивает счет, но Локомотив настолько уверен в себе, настолько давит, что две минуты проходят, и мы забиваем второй, как раз вот этот вот самый гол Глушенкова и Рикошет. Потом еще несколько минут проходит, и мы забиваем третий. И там уже Глушенков выполняет, ну, просто шедевральную передачу на Лукаса Фасона. Такая передача, которая перелетает с Деллара, Фасон ее принимает, и вокруг него, внутри штрафной площади, ну, на расстоянии трех метров, нет вообще никого, и можно спокойно подрабатывать мяч и посылать их в пустые ворота. Ну, то есть Акинфеев стоит, но Акинфеев настолько маленький по сравнению с семиметровыми воротами, что ты просто куда угодно пни мяч, и он залетит. Ну, собственно, Фасон, наконец-то, забил свой первый гол за Локомотив, с чем мы его и поздравляем. И тут бы, в общем-то, Локомотива бы и засушить эту игру, и спокойно довести ее до победы со счетом 3-1, а может быть где-то там на контратаке убежать и сделать 4-1, 5-1, 6-1. Ну, конечно, нифига подобного. Мы болеем за Локомотив, и поэтому, ну, простых решений Локомотив делать не любит. И спокойные матчи — это не для болельщиков Локомотива. Поэтому очень многие обратили внимание на замены, которые провел Галактионов, но мне кажется то, что замены, по большому счету, не сделали хуже для Локомотива, да? То есть меняли игроков, которые и так уже очень сильно устали и очень много начали ошибаться, да? Заменили Пеняева, который где-то минуты там с 50-й точно пропал, а на трансляции мы обсуждали, что, наверное, из 35-й минуты пропал Пеняев. Именно вот активный, хороший, качественный, каким он был в первые полчаса игры. Заменили Антона Мирончука, который тоже очень сильно подустал. И вот, наверное, у Антона Мирончука больше всех в Локомотиве нынешнем с течением времени хода матча теряется качество игры. То есть вот тот же Корпукас, он, конечно, устает, но какие-то свои действия все равно выполняет. А вот Антон Мирончук вот в начале матча прекрасный, классно бегает, классно отдает передачи, что-то придумывает. Но чем дальше, тем дальше, чем дальше в ход матча, тем больше у него ошибок, тем дольше потерь мяча, и тем дольше он работает с этим самым мячом. Собственно, вышли Технезиан и Дзюба, игроки проверенные, игроки качественные, но Локомотив уже потерял нити игры к тому моменту, и выход этих ребят вообще никак Локомотиву не помог. Потом вышел еще Митой вместо Корпукаса, и центр поля так и не получилось наладить. В общем, мне кажется, то, что здесь сработала совокупность того, что у Локомотива начали уставать футболисты, и те, кто вышли на замену, не смогли заменить их в полной мере так, как те играли на первых минутах матча. Но и очень важно то, что ЦСКА провел замены, и эти замены как раз очень сильно на игру повлияли, потому что они изменили сам характер игры. У нас все замены по позиции, у нас все замены, это не меняя по сути структуру игры, не меняя то, как мы пытаемся играть. А вот у ЦСКА замены очень серьезно изменили именно рисунок игры, и то, как они стали контролировать мяч в центре поля. Туда добавили Федора Чалова. Неожиданно Федя, хоть и нападающий, хоть и атакующий полузащитник, но очень много тусовался именно в центре, и благодаря этому наш центр поля Баринова и Митая очень спокойно переигрывал. Там был всегда лишний игрок, а Чалов, в принципе, очень квалифицированный футболист. Ну и при этом добавился один игрок в атаку, это Антон Заболотный, который вышел вместо защитника, вместо Келвина. И оказалось то, что против такого давления, против такой активности в атаке, где у ЦСКА практически в каждой зоне было больше игроков, чем у нас, мы ничего противопоставить не смогли. Надо бы, конечно, тоже на это отреагировать, как-то поменять схему, как-то поменять принципы розыгрыша мяча, но вот по ходу матча мы такими вещами заниматься вообще не умеем. Я не уверен, что мы этим умеем заниматься между матчами, но вот по ходу матча у нас совсем ничего не получается, и подстроиться под изменившуюся схему у Локомотива, ну, довольно часто, к сожалению, не получается. Вот, и в итоге это все привело к тому, что ЦСКА забивает второй, потом ЦСКА забивает третий, еще 3-3. Была еще одна попытка, у ЦСКА чуть не забили четвертый, ну и тут уже Локомотив собрался и отодвинул игру от своих ворот, и даже на 90-плюс минутах начал доходить снова до штрафной Акинфеева. Самая главная, конечно, проблема, это даже не то, что мы упустили нити игры, не то, что мы отдали инициативу ЦСКА, но как бы при счете 3-1 отдали и отдали. Мне бы очень хотелось, чтобы мы, например, заменили Антона Мирончука на третьего опорника, на Митая, потому что Митой очень креативный, и у нас было бы три центральных полузащитника, Баринов, Карпука с Митой. Они могли бы и созидать, потому что и Карпука, и Митой это отлично умеют делать, но при этом у нас бы была и плотность в центре поля, ну и там выпускать каких-то быстрых игроков, Хамулич, Сарвелли, которые могли бы откликаться на передачи из центра поля. Но этого я, к сожалению, от Галактионова уже отчаялся ждать, и, наверное, не в этом сезоне. Дай бог в следующем мы что-то подобное начнем делать. На сборах, на зимних мы уже более-менее практиковали хотя бы переход на 4-1, 4-1. Но в официальных матчах это тяжело дается Галактионову. А теперь, наверное, будет еще тяжелее, потому что после матча пресс-конференции Галактионов согласился с журналистом, который сказал, что, наверное, как Аталанта не нужно было вообще ничего менять, и Галактионов сказал, ну, наверное, да, наверное, не надо было ничего менять. Но я думаю, что даже если мы ничего не поменяли, принципиально бы на характер игры это бы не повлияло, и ЦСКА бы точно так же давил. А вот то, почему давление ЦСКА в итоге привело к пропущенным мячам, ну, как бы давит и давит. Ничего вообще страшного в том, что ЦСКА поддавливает? Нет. Но, к сожалению, есть такой фактор, как стандартные положения, и что с ними делать, ну, я, честно говоря, уже вообще не понимаю. Я говорю об этом с первого тура, со второго тура, да, в первом туре Динамо нам каким-то чудом не забило с углового. Вот, ну, а начиная со второго тура мы, по-моему, в каждом матче пропускаем, кроме Ахмата, где мы не заработали ни одного углового, и поэтому у Ахмата просто не было шанса нам забить с этих самых стандартов. А вот во всех остальных матчах нам, безусловно, создавали проблемы и в большом количестве. И Краснодар нам забил с углового, и Урал нам забил с углового, и Сочи, и Балтика. В общем, огромные, огромные проблемы у Локомотива на стандартах. Причем, ну, эти проблемы, они, ну, они какие-то очень странные. Если посмотреть на эти угловые, то вы увидите то, что Локомотив просто не реагирует на то, куда летит мяч. Вот идет подача, и все игроки Локомотива стоят. Игроки соперника такие, о, так, мяч летит, я пойду туда, партнер там сделает блокировку, этот побежит туда, этот побежит туда. В общем, мы понимаем, куда летит мяч, и мы бежим в эти зоны. Локомотив смотрит, куда летит мяч, и такие взгляды ему провожают. О-о-о-о! А там Обликов на дальней штанге в пустые ворота пытается замкнуть. Такой думаешь, ну, вы вообще в адеквате? Вы как защищаетесь на угловых, то, что у вас два человека на дальней штанге могут замыкать, а вы все почему-то на ближней стоите? Как, вот как вы так защищаетесь? Вообще не понимаю, и, ну, наверное, нужен какой-то новый тренер, который будет заниматься угловыми в Локомотиве, потому что то, что сейчас происходит, ну, так не должно быть. Просто банально. Непропустимо с углового против Сочи, непропустимо с углового против Краснодара, непропустимо с угловых против ЦСКА, у нас было бы плюс 6 очков только в 2024 году. Плюс 6. Эти очки позволили бы нам уже сейчас быть на втором месте с отрывом от Зенита всего в 4 очка за 7 туров до конца. То есть, ну, борьба вся впереди. А тут у нас этих 6 очков нет, и мы находимся на пятой строчке. До Зенита мы только мечтать можем, чтобы вообще когда-либо добраться. И до Краснодара, в общем-то, тоже, ну, больше мечты, чем какая-то реальность. Наша основная задача это все-таки обогнать ЦСКА, обогнать Динамо и оказаться в тройке. На двойку я, честно говоря, не рассчитываю. Хотя календарь, ну, право слово, довольно простой для Локомотива. Если Локомотив будет играть так же, как играл против ЦСКА, только при этом не пропускать с угловых, ну, наверное, Ростов может нам создать серьезные проблемы. Все остальные, ну, банально не должны этого делать. Понятное дело, что футбол, понятное дело, что в РПЛ слабых соперников нету, и все, ну, плюс-минус одного уровня, но, тем не менее, это все, там, Рубин, это Париенен, там, Факел, Оренбург, это все команды, которые Локомотив обыгрывать должен. Не знаю, сможет или не сможет, но должен. И, конечно, если все это сделает, то и на второе место можно спокойно замахиваться. Но, к сожалению, боюсь, что вот этот фактор угловых, он нам еще крови попортит, потому что, ну, прогресса не вижу. Честно, не вижу прогресса. И даже возможное выздоровление не ЕМСи в этом плане никак Локомотиву не поможет. Да, человек большой, но забивали и из-под него, в общем-то, спокойно совершенно, никак он этому не мешал. 3-3, и Локомотив, как ни странно, приблизился на одно очко к Динамо, потому что Динамо на следующий день проиграло Уралу, Спартак проиграл Сочи, и мы оторвались от Спартака, мы приблизились к Динамо, и вроде как шансы на третье место у нас даже повысились после этой игры. На самом деле, я кайфанул. Вот когда я смотрел этот матч, я кайфанул. Наверное, если бы была борьба за Еврокубки, если бы мы всерьез претендовали на какое-нибудь первое место, то от того, как мы с 3-1 отпускаем сначала крылья Советов, теперь ЦСКА на 3-3 на последних минутах, ну, наверное, меня бы гораздо больше бомбило. Но так как, наверное, сейчас у меня нет вот этого давления результата, не так сильно я понимаю, в чем разница между третьим и пятым местом, то я просто кайфанул. Ну, пропустили и пропустили. Ну, в конце концов, с кем не бывает. Тем более, что для меня не стало сюрпризом то, что мы не умеем обороняться на угловых. Зато по накалу, по эмоциям, которые я получил, по красивости голов, которые мы забили в этой игре, ну, на самом деле, наверное, один из лучших матчей сезона. И, ну, конечно, есть матч с Зенитом 2 в этом сезоне, которые в любом случае выиграют звание лучшего матча сезона без каких-либо вариантов. Но вот именно по эмоциям я прям сильно кайфанул. И, наверное, мне вспоминается игра, помните, тоже весной, пару лет назад мы с Динамо играли и тоже сыграли 3-3, но там мы отыгрывались и отыгрались. И причем у нас был еще момент, как вот у ЦСКА, так и у нас тогда был момент на последних минутах. Это был крутейший матч, от которого тоже я очень сильно кайфанул. Вот и сейчас тоже кайфанул, но на этот раз мы выступали с позицией команды, которая ввела и которая имела преимущество. На мой взгляд, да, вот умственный эксперимент проведите. За какую из двух команд вы бы предпочли болеть, да, то есть за какой командой вы бы их продолжали следить и считаете то, что у нее больше шансов. У той, которая 80 минут ввела со счетом 3-1 и фактически контролировала игру, или у той, которая спаслась, забив два мяча с угловых, вытянула на 3-3. Да, я думаю, что, ну вот я лично предпочел бы болеть и предпочел бы следить за той командой, которая доминировала 80 минут, а в этом матче это был именно Локомотив. Ну а то, что пропустили, так и Локомотив в этом сезоне уже сколько раз отыгрывался на последних секундах. С Ахматом, например, мы проигрывали 1-0 в первой половине, в первом круге, а потом на 80-й, 81-й, ну плюс-минус, забили два подряд мяча и перевернули игру, выиграли. Да, ну это бывает. Это футбол, который завязан на случайности, очень сильно завязан на психологию. Как только ЦСКА поверил в себя, как только там добавились игроки Чалов-Заболотный, которые имеют крепкую психику и понимают то, что вот они умеют играть в футбол, а Локомотив, наоборот, немножечко как-то потерял в эту веру в себя, игра моментально перевернулась, и вернуть ее уже в какое-то русло адекватности гораздо-гораздо сложнее. Так что, ну, случилось и случилось. Меня, конечно, продолжают раздражать разговоры в комментариях, вот в комментарии вообще не хочется заходить, но потом и каких-нибудь экспертов, вроде как болеющих за Локомотив, начинаешь читать, и там, ну, вот ни одного доброго слова в адрес Локомотива, который только что там сумасшедшие голы забивал, классный матч проводил и вроде как имел все шансы спокойно задавить ЦСКА, но все, на что обращают внимание, это угловые, это пропустили, это у нас одна победа за 2024 год, а то, что мы, в общем-то, на третье место претендуем и отстаем от него всего на одну очко, ну, это как будто бы само собой разумеющийся, и этому даже радоваться не надо. Мне такой подход, ну, мне такой подход не близок. Возможно, да, опять же, никого не обсуждаю, каждый движется своим путем, и любой человек, который делает контент про Локомотив, достоин уважения в любом случае абсолютном, но мне такой подход не близок. Я, я хочу радоваться, хочу смотреть футбол для того, чтобы получать положительные эмоции. Вот матч ЦСКА мне действительно этих положительных эмоций очень много принес. Надеюсь, то, что качество игры с ЦСКА мы перенесем на следующую неделю в матч против Рубина, а все отрицательные стороны, такие как потери концентрации, пропускание мячей с угловых, мы оставим вот в этой игре с ЦСКА, и хватит нам уже пропускать с угловых, и хватит нам уже терять очки там, где мы должны их завоевывать. Вот, опять же, да, вспоминая матч с Крыльями Советов, вспоминая матч там с Динамо из первого круга, со Спартаком из первого круга, с ЦСКА сейчас, с Краснодаром, с Сочи. Те матчи, в которых мы должны были побеждать, понимая, что, ну, даже в этом сезоне мы могли бы спокойно даже вот сейчас уже иметь очков больше, чем у Зенита. Мы эти очки сами подарили другим командам, и, ну, по-другому у меня, я даже не знаю, как это назвать, действительно просто сами взяли и подарили. Нету инстинкта убийцы, нету инстинкта доведения матча, в котором ты доминируешь, до победы, да, когда ты, там, вот, вроде как, игра с твоим преимуществом, но 0-0-0-0-0-0, а потом бац, и какой-то гол. Вот у нас один такой матч был с парей НН, когда Жамлядинов на 80-й минуте пальнул и забил. Вот, в остальном мы всегда либо из какой-то жопы выбирались, как вот в матче с Ахматом, вообще проигрывали, и нужно было двами сейчас забивать, или на последних секундах отыгрывались, или это были вот реально спокойные матчи, в которых мы побеждали, потому что мы должны побеждать в этих играх, как с Ахматом, как с Уралом, как с Факелом в начале сезона. Ну, наверное, это все проблема роста, локомотив команда молодая, и команда, ну, с проблемами в составе, мы видим то, что без Дзюбы, вот, нашелся Глушенков, но как только Глушенков попросил замену, все, локомотив вообще не имеет шансов, и не имеет каких-то опций на то, чтобы забивать. Очень нужен центральный нападающий, надеюсь, что летом, наконец-то, эту проблему решат, не на полгода, как с Дзюбой мы это сделали, а уже полноценно, на несколько лет, возьмут хорошего нападающего, и, ну, в принципе, а что бы и не замахнуться, тогда и на самые высокие места. Опять же, да, вот говорю, что даже в этом сезоне у локомотива были все шансы, со всеми проблемами локомотива, все равно были эти шансы, но, к сожалению, разбазарили. Все, ждем матч с Рубином через недельку, потом там будет напряженная неделя, потому что там еще и пари НН на неделе, короче, будет чем заняться, и будет что обсудить. Всем пока, и подписывайтесь на Телеграм.